Добрый день, добро пожаловать в новое видео. У меня сегодня для вас рубрика осенние покупки. Знаете, набралось всего понемногу и одежды для ребенка, и покупки для дома, и кое-что для себя. Так что я надеюсь, что вам будет интересно и вы хорошо проведете со мной время. Давайте начинать. Первое, что мы сделали этой осенью, самая главная покупка осени, это полный комплект одежды для дочки на улицу. Во-первых, мы прикупили ей новые ботиночки. Ботинки мы покупаем, всю обувь мы покупаем всегда в Котофее, потому что они делают обувь подходящую нам, соответствующую ГОСТу, из хороших материалов, удобную, что важно. Поэтому мы ею ни разу как-то не были недовольны, и вот в этот раз ботинки осенние тоже купили там. Они выполнены из натуральной кожи на липучках, видите, чтобы ребенку было удобно. Высокое вот это вот, как называется, голенище. Ну, в общем, вот этот высокий подъем, он закрывает ребенку щиколотку, ничто там не продувает, вода из луж не затекает. И внутри такой мягкий, приятный войлок. И вот выбрали в этот раз такой приятный, ну, такой, скажем, розоватый цвет. Очень они комфортные. Мы их на самом деле носим с большим удовольствием. У нас уже несколько таких было. Я, знаете, когда в магазин в Котофей прихожу, я, в принципе, сразу говорю, что нам вот эти вот конкретно. Вот, видите, например, в прошлом сезоне у нас были вот такие. Кстати, цвет очень комфортный, такой слегка какой-то золотистый, ну, не медный, наверное, не знаю, какой такой. В общем, тоже на липучках все те же самые материалы, просто другой размер. Очень классные ботиночки. Присмотритесь, девчонки, если вы вдруг ищите своему малышу. Знаю, что на Озоне их обувь дешевле, чем в официальных магазинах, которые представлены в торговых центрах. Но мы в этот раз поехали в торговый центр, потому что нам нужно было срочно. И там же в Котофей мы прикупили Катюшке новые варежки. Вот такие вот розовенькие, симпатичные, со снежинками. Видите, мы собираем такой, ну, у нас будет такой розово-красный комплект на эту осень, по сути. У нее вообще-то есть осенние перчатки, но, честно говоря, она не может их надеть сама. Мы с мужем не выдерживаем, наших нервов не хватает. А вот с варежками она справляется прекрасно. Кстати, я не сказала, что ботинки на погоду от плюс 10 до минус 5 идеальны. То есть, в принципе, они могут подойти и на теплую зиму спокойно. Мне даже кажется, что мы чуть ли не половину прошлой зимы вот ходили в этих ботинках. Вот. И что касается варежек, эти варежки, они, конечно, не зимние. То есть, тут просто два слоя вязки. Но мы так и хотели. То есть, в принципе, у нас сейчас еще плюс. У нас даже не ноль, не минусовая температура. И вот этих варежечек ей хватает. Они шли на вот этой вот веревочке, которая вставляется в куртку. Но нам это неудобно, мы это не используем. Варежки она хорошо сама надевает. Здесь они на резиночке, то есть тоже подтянуты. Так что варежки супер. На них, видите, такие классные снежинки блестящие. Нравятся тебе, Катюш, эти снежинки? Да, они мерцают. Хотя, конечно, еще снега официального, такого прямо настоящего у нас не было. Правда, говорят, что первый снег в Москве все равно уже прошел. Мы сами не видели. Но мне, моя зрительница написала, что они были в проезды в Москве. И как раз именно в этот день поймали снег. Так что, да, уже вовсю готовимся к зиме. И также мы купили, Катюшке, комбинезон. Очень интересная фирма. Я раньше о ней никогда не слышала. Мы, когда были в круизе, я увидела этот комбинезон на мальчике, нашей соседке по обеденному столу, на ее внуке. Вот, присматривалась, присматривалась. И никак не могла различить бренд, где он написан вообще, что это за комбинезон. А выглядел так аккуратненько, хорошо, удобно. Вот, и я уже в конце круиза не выдержала, подошла к ней. Говорю, Татьяна, ее тоже Татьяна зовут. Говорю, Татьяна, скажите мне, что за комбинезон? Потому что мы сами в поиске, нам очень нужен. И она мне сказала, это российский производитель. Компания называется Русланд. Русланд, они продаются на маркетплейсах. Вот я, в частности, заказывала на Озоне. По отзывам было написано, что эти комбинезоны слегка большемерят. Но я как-то на это не обратила внимания. И заказала 116 размер, на Катин 104, в надежде, значит, что он нам еще пригодится на весну. И, может быть, даже на следующую осень. Вот, и когда мы померили, конечно, Катя в нем утонула. Я думаю, нет, Катюк, давай перезаказывать. Вот, и уже перезаказали ей размер в размер. Заказала 104, и вот на нее он сел хорошо. Единственный момент, что первый 116 размер, он был такого пурпурного цвета, приятного. И я хотела именно этот цвет. А вот 104 в этом цвете уже не было. И я взяла красный, ярко-красный. Но ничего, с другой стороны, ее хорошо видно будет на дороге. Хороший комбинезончик такой тоже, со всеми манжетиками, прорезиненными молниями, капюшонами, непродуваемыми, непромокаемыми. В общем, все, как мы любим. Я считаю, за 3,5 тысячи прямо вот то, что нужно. Я вообще, знаете, для осени больше предпочитаю именно комбинезоны, потому что, если что, их легко постирать. Они не такие жаркие, если зашел куда-то в помещение. А при этом все вот эти вот осенние дожди и ветра, мне кажется, в них переносить комфортнее. Но на зиму я ей хочу именно костюм, куртку и штаны. Я когда куплю уже обновленный набор, то я вам обязательно расскажу, может быть, кому-то будет интересно, каким должен быть правильный костюм зимний для ребенка. Для меня, у меня тоже есть кое-какие обновки, я тут решила озаботиться вопросом удобной, домашней, комфортной одежды. И просто у меня появились новые два костюма. Первый вы видите на мне, вот такой вот приятный, бежевый, вязанный. Это мне нашла Темина мама в своем городе. Она просто прогуливалась по магазинам, зашла в один из магазинов и прислала мне по фотографии, что, мол, Таня, не нужен для тебя такой костюм. А я буквально за два дня до этого над этой темой думала и примерно сочиняла себе именно вот такой костюм, в котором мне бы было удобно находиться дома. Потому что, честно говоря, мне уже ужасно надоели все вот эти вот толстовки с капюшонами, вот с этими карманами, вот с этими огромными оверсайз рукавами, с животами. Вот это все, это просто уже невозможно. Мне кажется, этот период в моей жизни потихонечку проходит. Вот, я как раз решила, что было бы идеально, чтобы это была теплая вязаная кофта, потому что у нас дома прохладно. И если у нее будет ворот, вот такой вот как раз, представляете, который в случае чего можно застегнуть молнию, да, и сделать себе теплый свитерок и оставить вот так для комфорта, уюта и тепла. Ну, это прям прекрасно можно, ну, в смысле, можно вот так до конца застегнуть, да. Или если, допустим, я на кухне где-то готовлю или еще что-то жаркое делаю, то вот прям супер. Конечно, наверное, убираться, например, в таком костюме будет жарко, это точно не подойдет. Но для каких-то вот таких, знаете, приятных домашних дел, когда с ребеночком играешь, да, ребеночек, или еще что-то подобное, то прямо супер. И у него еще есть брючки. Но единственное, что брюки мне длинноваты, и мне придется их укорачивать. Не знаю, как укоротить вязаные брюки, подумаю еще на эту тему. А второй костюмчик я купила себе сама. Это костюм Лапша, называется, покупала его на Вайлберрис. Выбрала вот такой вот голубой цвет, и он как раз, в отличие от этого, теплый. Я специально так и выбирала. У этих моих новых костюмов, видите, длинные рукава, но они тонкие. И их очень удобно вот просто вот так вот закатать, да, и все. И когда готовишь или что-то делаешь, они тебе не мешают. Точно так же и у этого костюмчика. Тоже нет никаких ни карманов, ничего. И тоже длинные, тоже длинные брюки. Придется их мне подшивать. И вот эти вот брючки, они на резинке, поэтому очень хорошо и удобно садятся. Кстати, про этот костюм я не сказала. Может быть, для кого-то будет актуально. Это магазин Настя Архангельской. Или Анастасия Архангельская, как-то так бренд называется. Этот костюмчик заказывала на Вайлберрис. И что очень важно, он стоил 1600 рублей. Я считаю, что это оптимальная цена для домашней одежды. Больше ей не нужно, потому что все-таки домашняя одежда, особенно у активных мамочек, она, мне кажется, очень так быстро изнашивается. И как-то платить за нее какие-то, знаете, бешеные деньги тоже особо не хочется. Я вот сейчас подумываю, может быть, мне сразу заказать второй себе костюм какого-нибудь другого приятного цвета, чтобы был просто вот такой легкий на сменку. Вообще, как вы поняли, наверное, уже мы тут получили посылку от нашей бабушки. Катюшка вот получила два платья, я вот этот вот костюмчик и кое-что еще, самое разное, сейчас я вам покажу. У родителей в Архангельске была ярмарка, там, ну, знаете, такие местные ярмарки, когда какие-то продукты продают, какие-то изделия. И я попросила купить мне новые вот такие вот деревянные ложки на кухню. Лопатка и ложка. У меня вообще-то уже была вот такая деревянная лопаточка, но она издалека, может быть, выглядит ничего, но вблизи по ней прямо видно, что она такая уже, знаете, поношенная. И я хочу уже от нее избавиться, и на смену ей у меня будут вот такие вот две большие и удобные ложки лопатка. Вообще, у меня, знаете, на кухне началась какая-то гигантомания. После того, как я купила себе две нормальные сковородки, нормальную кухонную утварь и большие чаши для смешивания, я вдруг поняла, насколько это удобно, что не обязательно все время вот мельчить там где-то чайной ложкой что-то мешать. Я решила, что вот такие вот лопатки мне подойдут прямо идеально. И еще один такой момент. Я вам рассказывала про свои стальные сковородки. Я их обновляла, и, в общем, они очень удобные по-прежнему. Но единственный такой момент, что когда по стальной сковородке стучишь какой-нибудь стальной же лопаткой, это бывает очень громко и не всегда комфортно. Особенно, когда надо постоянно там что-нибудь стоять, помешивать, например. Вот для таких целей идеально подойдут либо силиконовые ложечки, либо вот такие вот деревянные ложечки. Так что да, вот такая у меня обновка. И еще бабушка нам прислала интересные вещички. Сейчас я вам покажу. Вот такие классные штуки. Производитель называется это Алтайский букет противопростудный и витаминный бальзамы. Они выглядят вот так вот. В таких симпатичных бутылочках это можно добавлять и в чай, и в кофе. Здесь написано, что они покрывают 30% суточной нормы витамина С. Хорошая вещь, особенно если, знаете, иногда бывает такое, что хочется чего-нибудь такого сладенького, чем-нибудь сладеньким заесть, скажем так, обед. А вот, не знаю, пирожными, печеньями объедаться не хочется. И вот это самое то. Конечно, там в первом составе идет сахар, но это и логично, все-таки там это сироп в сущности, да, сироп всегда делается на основе сахара. Но для разнообразия почему бы и нет. И вот вторая бутылочка тоже, точно такая же, только с другой этикеткой, называется витаминный бальзам. Мне кажется, они в сущности абсолютно одинаковые, может быть, чуть-чуть какие-то разные вкусы, но я думаю, что примерно польза одна и та же. Также Наталья Владимировна положила для меня, опять, довольно много чаев, спасибо большое. И вот среди прочих, вот такой вот сбор. Это чайный сбор таежный. Вообще, я поняла, что вот этот вот бренд Alta Vita, мне очень нравится. Вот именно их чайные смеси я пью с огромным удовольствием. И ощущаю это не просто как какую-то траву в воде, да, а вот именно как чайный сбор. Очень красиво, скажем так, скомпонованные вот эти разные травы тут в составе. И чебрец, и смородина, и бадан, и мята, и малина, и брусника, и земляника. И все это действительно очень хорошо звучит. Плюс вот эти сборы, видите, они уже в чайных пакетиках. Они просто бросаются в чайничек заварочный. И в принципе, мне одного такого чайного пакетика хватает на два дня. Я его просто перезавариваю, перезавариваю и пью с огромным удовольствием. Кстати, я по-прежнему не пью кофе. Помните, я вам рассказывала, что я отказалась от кофе. И сейчас у меня уже почти три месяца, не почти, а уже три месяца без кофе. И должна сказать, что если вот в первый месяц я там с собой боролась, да, я утром просыпалась, говорила себе, Таня, нет, ты сегодня кофе не пьешь. На второй месяц мне было как-то так, ну, я кое-где там кофе попивала, скажем так. Но понимала, что вот я сейчас пью кофе, и я не испытываю никакого удовольствия, грубо говоря, никакого вовлечения. Кроме того, в круизе я несколько дней опять пила кофе, и когда мы вернулись из круиза, у меня опять начались вот эти вот головные боли, мой любимый кофейный отходняк. Вот, а сейчас меня на кофе совершенно не тянет, даже вот когда у меня есть возможность там с подружками куда-то выйти попить кофейку. Вообще, ну, вот просто не хочу, поэтому вот все вот эти вот чаи, таежные сборы для меня теперь просто топ. Теперь к косметическим новинкам, покупкам, я обновила себе скраб для тела. Предыдущий у меня закончился, возможно, вы помните, я в одном из домашних влогов вам показывала вот этот вот скраб от Синергетик. Он, это сахарный скраб с кокосом. Он у меня полностью закончился, очень сильно мне понравился. И я решила у Синергетика Ж попробовать второй скраб, их всего, по-моему, у них две разновидности. Вот второй выглядит вот так вот, это кофейный скраб для тела. Честно скажу, мне больше понравился вот такой вот кокосовый, буду в следующий раз покупать его. Во-первых, он в душе выглядит как-то более эстетично, вот все эти кофейные зерна не разбросаны по всей ванной, скажем так. А второй момент, что на самом деле, в сущности, и этот, и этот сахарный. То есть вот здесь вот скрабирующие частички, как мне показалось, все-таки сахарные, а не кофейные. Кофейный жмых здесь какой-то такой прямо мелкий-мелкий-мелкий, по крайней мере, у меня после кофемашины кофейный жмых всегда был покрупнее. И вот он как скрабировал, так дай боже. Вот такая вот у меня обновочка для осени. Ну и потом, знаете, у этих скрабов, вообще на самом деле они оба хорошие, я уж тут немножко капризничаю. Если вдруг вы думали, какой скраб купить, ну где-то вот в доступных магазинах, улыбка радуги, я его покупала в улыбке радуги, знаю, что в перекрестках они продаются, недавно видела. Они оба хорошие, просто этот с кофейным ароматом, а этот с ароматом кокоса, и оба такие м-м-м. Давайте переходить к покупочкам для дома. Есть у меня тут несколько обновочек. Заходили в фикс прайс, и мне нужно было выбрать там рамочку для вот этой вот картинки. Помните, я вам показывала, что в круизе мы выбрали с Катюшкой картинку трамвая, вот такого вот в местном сувенирном магазине. Это местный художник Сергей Кузнецов. И вот, собственно, искала рамку, вообще обожаю фикс прайсы, за то, что там, как ни странно, очень даже бывает приличный выбор рамок. Если что-то нужно, то обязательно найдешь. И выбрала вот такую вот, она без этой подставки, как раз то, что мне нужно было, но здесь вот есть удобный крючочек. И сюда моя картинка подходит идеально. Вот сейчас мы с вами вместе вставим, не знаю, может быть ее нужно будет немножечко подрезать, а может быть и нет. Но что хорошо, мне очень понравилось, что вот у этой рамки видите такие скошенные поля. И благодаря этому возникает какая-то дополнительная перспектива, как будто бы продолжается вот линия города, которая изображена на вот этой акварельке, в линиях рамки. Мне показалось очень удачное решение, плюс понравился вот этот вот цвет. И эту рамочку, я уже решила, мы ее повесим в нашу столовую. В эту же столовую, в нашу, я повешу свою картину по номерам. Я продолжаю работать над своей картиной по номерам. Уже продвинулась значительно и вырисовывается какой-то сюжетик. Видите, домик появился, елочки и вот уже какой-то такой закат. Сейчас думаю, нужно ли мне купить какую-то следующую картинку, хочу я или нет. Но думаю, ладно, сначала эту доделываю, а потом уже решил. Вроде и хочется, а с другой стороны, на самом деле, это удовольствие такое прямо, ну длительное. На много-много осенних вечеров. Вообще, знаете, с картинками по номерам, я уже давно поняла, работает такая схема. Сначала нужно просто понять, где у вас будет эта картинка висеть, да, куда вы хотите, и что вы хотите на ней видеть. И сделать там гвоздик. И вот когда для картинки найдется конкретное место, то тогда и работать над ней будет больше мотивации. Так, по крайней мере, у меня вот сложилось с этой картиной и с той картиной, на которой изображены ромашки. А когда вообще, кстати, когда я покупаю картины по номерам вот эти вот, то я стараюсь выбирать сюжеты и цвета. То есть выбирать такую колористику, которая в целом соответствует моему интерьеру. Ну я думаю, что это логично. Плюс стараюсь, чтобы картины между собой тоже как-то перекликались, гармонировали. Я вот, например, очень люблю все оттенки зеленого, такого приглушенного зеленого, коричневого, голубого, желтого. Ну вот и красный трамвай у нас будет. Поэтому, в принципе, все мои картины, они между собой хорошо сочетаются. И я стараюсь покупать картины с очень мелким вот этим вот членением на зоны, потому что тогда картинка получится интереснее, лучше и будет смотреться более профессионально. Люди, которые будут к вам заходить домой, никогда в жизни не отличат ее от настоящей картины. То есть они выглядят так, как будто бы их нарисовал, написал, написал профессиональный художник. Кстати, что мне нравится вот в Белоснежке, у них, как правило, производитель Белоснежка, да, по номерам. У них, как правило, очень хорошее изображение. Изображение, не какие-то просто картинки из Пинтереста, знаете, стащенные, они работают с современными художниками, которые для них предоставляют вот эти вот изображения. И в коробке, как правило, есть вкладыш с приветственными словами от этого художника. Единственное, если вдруг вы будете покупать подобную картинку, мой вам совет, открывайте прямо в Wildberries коробку и проверяйте, чтобы изображение на холсте соответствовало изображению на коробке. Потому что в отзывах, по крайней мере на Wildberries, очень много сообщений о том, что перепутаны изображения на коробке и вот сам холст. По крайней мере, я решила перепроверить, мне повезло, у меня все сошлось. Также в фикс-прайсе, помимо рамочки, мы тут купили вот такой вот подсвечник-тыковку. Это для нашего Хэллоуина. Мы, я еще и до Кати, теперь, конечно, с Катюшкой, каждый Хэллоуин вырезаю тыкву, мы украшаем один какой-то уголок в нашей квартире. Мы, как нормальные русские люди, мы, разумеется, не накрываем тут каких-то сумасшедших столов и не отмечаем этот праздник. Но, как часть мировой культуры, он мне очень нравится, он симпатичный, у меня есть определенные планы. И я всегда делаю это с удовольствием и прививаю этот интерес к Катюшке. По крайней мере, определенная заданная тема праздника мне нравится гораздо больше, чем, честно говоря, просто осенний декор. И для этого подсвечника мы с Катюшкой на Вайлдберрис прикупили вот такие вот искусственные свечи. Они там бывают разных форматов, но я выбрала те, что с таким прозрачным фитильком. Выбрала специально не мерцающие, хотя они есть и мерцающие. Я как-то встречала вот эти вот именно мерцающие варианты. То, что видела я, мне не нравилось. Ну, как бы по моим представлениям, вот эти вот маленькие дешевые свечки мерцают как-то не очень сильно естественно. И у нас вот этот подсвечник будет висеть на окне под веткой. Катюш, принеси, пожалуйста, ветку. И как раз будет очень правильно вставить сюда именно искусственную свечу. Примерно вот так. Да, я буду каждый вечер в течение недели залезать и эту свечку зажигать вручную, но ничего страшного. Чтобы вы понимали, атмосфера будет примерно вот такая. Такой вот будет Хэллоуин. Держи, Катюшка. Покупала на Вайлдберрис и стоили эти свечки в районе, по-моему, 250 рублей за 12 штук. Нам, конечно, так много не надо, но тут плюс в том, что они все шли с батарейками. И нам не нужно будет покупать батарейки ровно до тех пор, пока на всех свечках не перегорят. И еще у меня, кстати, есть из Икеи вот такой вот симпатичный подсвечник. Видите, серебристый. Как раз сюда эта свечка очень хорошо встает. И мы с Катюшкой зажигаем ее здесь у нас в гостиной вечерами. Тоже очень уютно получается и комфортно. Для меня это на самом деле идеальный вариант, потому что обычные свечи, ароматические, да вообще любые на самом деле, из любых материалов я приношу очень-очень тяжело. Я не могу ими дышать, просто когда что-то в доме горит, мне прям плохо становится. Вот, поэтому решили, что обойдемся такими вот, такими вот. И возвращаемся к фикс-прайс. Еще немножечко про подготовку к новому году. Удивительно, впервые я увидела, чтобы в нашем фикс-прайсе так достойно выставили сезонный товар. Я прямо, знаете, такого порядка еще никогда у нас не видела. Я тоже подумала, может быть у нас изменился директор магазина или еще что-то. Потому что, ну, так красиво все разложено, знаете, как будто бы это какое-то обе или еще что-то. Ну, в общем, я там купила довольно много. И я сейчас хотела бы сделать анонс. Сейчас он будет. Я хочу вас пригласить в мое будущее видео. Оно будет про покупки из фикс-прайса других магазинов для адвент-календаря. Я думаю, что выпущу его буквально вот через, может быть, через недельку, в крайнем случае через две. Мне кажется, что, может быть, кому-то это будет актуально. И мы с вами будем обмениваться идеями. И еще по горячим следам вот у нас в Ашане выставили новогоднюю коллекцию. Мы с Катюшкой тоже зашли посмотреть, что как. Она выбрала себе вот такой зеленый шарик. Я вообще так ею горжусь. Мне кажется, что у ребенка неплохой вкус. Он пластиковый, и им можно играть. Свою коллекцию я думала, ничего покупать не буду. Ехала туда, на самом деле, вот за этой гирляндой. Сейчас про нее расскажу. Но увидела именно в Ашане вот такие вот игрушечки. Они там двух видов. Я их называю бензиновые капельки. У меня подобные уже есть. У меня на канале есть видео про мои елочные игрушки прошлогодние. Я оставлю ссылочку. Может быть, кому-нибудь будет интересно. И в этом видео вы сможете увидеть, что у меня вот из этой серии много уже таких игрушек. И я решила, что нет. Вот надо брать это стекло. Они так красиво переливаются. От гирлянды, видите, как хорошо подсвечиваются. Так что такая покупка. И еще у меня вот здесь вот обычная бумага. Она упаковочная. Крафт. Бренд каждый день. Это вот этот вот Ашановский. Я так понимаю, мы были в Ашане. Мне она тоже нужна для адвент-календаря. Я просто помню, как в прошлом году я упаковывала что-то в пакет из пятерочки крафтовой. Ну, просто это было ужасно. И решила, что в этом году лучше я заранее все это куплю. И еще прикупила вот такую вот гирлянду. Гирлянду она длиною 10 метров. Такая симпатичная. Но могу сказать, 10 метров это очень много. Коробка выглядит вот так. Вот видите, она и уличная, и внутренняя. У нее помимо самой гирлянды еще подводящий провод 3 метра длиной. И вот такой мощный штекер. И переключатель режимов находится вот здесь на кнопке. Вот видите, на кнопочку я переключаю. И она вот так красиво переливается. Я ее купила не столько для домашнего использования, девочки, сколько для нашего с вами влога. Я для видео хочу себе такую иметь, чтобы в нужный момент красиво подсвечивать фон. Для меня это очень важно. Мне это интересно. Так что вот купила. А для дома вот не знаю, у нее просто такие проволочки, что мне кажется с ними чокнуться можно на елку. Ее не намотаешь только вот если куда-то подвешивать. А это не дождик, она просто вот единая такая гирлянда, но 10 метровая. Вот. Так что да, пожалуйста, приходите в будущее видео про адвент календарь. Ничего из украшений для дома в фикс прайсе я не покупала, потому что у нас на самом деле в общем-то все есть. А то, что я хочу, я буду покупать в другом месте, кроме вот таких вот пластиковых хрусталинок. Они продаются, я знаю, в Ашане, но в Ашане они там сильно дороже. А в фикс прайсе набор из трех штук стоит 99 рублей. Я купила сразу 4 таких набора. Вот у меня 4 упаковки и еще одна распакованная. Я просто поняла, что я хочу с ними сделать, как их применить. Я их буду использовать на окне, просто на окне, на тонкой леске или на какой-то белой нитке. И подвешу перед тюлем, и в какие-то солнечные дни или вечером при электрическом свете они будут очень красиво сверкать. А вообще, как мне в голову пришла эта идея, я вам сейчас расскажу. Это отдельная история. Еще одна очень важная сезонная покупка. Это покупка скорее, ну, к зиме. В столовой я на зиму, на темное время года меняю шторы. Сейчас у меня там висят такие, ну, там, цветы льна шторы. Это нужно для того, чтобы они закрывали солнечный свет летом. Потому что здесь солнце, конечно, бьет в окно, и без этих штор летом там никак. При этом зимой, когда света становится мало, эти шторы, они как будто бы дополнительный свет от окна поглощают. Поэтому я их убираю и вешаю туда тюль. До сегодняшнего момента у меня там в прошлые два сезона висел тюль со снежинками из Икеи. Но проблема была в том, что он был слишком короткий. Не хватало до пола сантиметров, наверное, 20-25 может быть, а может быть даже и 30. В общем, это было критично. И раньше этот тюль висел в Катюшкиной комнате. Это было очень красиво. Я специально его покупала для ее комнаты на зиму. И он там закрывал все окно. И как раз, кстати, вот если говорить об этих хрусталинках-висюльках из Икеи, я впервые у нее в комнате попробовала вот этот вот прием, когда сосульки висят перед тюлем, и зимнее солнце их подсвечивает. Очень красиво. Я вот как раз, когда решила продавать этот тюль со снежинками, потому что вряд ли он мне еще где-то пригодится. Не факт, что наша следующая квартира будет именно с такой же высотой потолков, как была в Питере. В общем, думаю, лучше продам, чтобы не валялись. Куплю новые. Вот. И я там увидела вот эти вот свои сосульки. И думаю, о, это же гениально. Это именно то, что я хотела. И вот, собственно, поэтому я прикупила вот эти вот штучки на это окно. Взамен штор со снежинками в столовую я взяла тоже шторы от Икеи. Это тоже тюль. Но он выглядит вот так вот. Он с цветочками. Вы наверняка встречали их где-нибудь. А может быть, даже у вас дома такие висят. Вот. Я решила, что возьму-ка я вас с цветочками, потому что, во-первых, они более универсальны в моем случае. Ведь у меня в столовой шторы всегда раскрыты. Я не могу. Мне нужно, чтобы на кухне я видела улицу на просвет. Я раздражаюсь, когда на кухне вот шторы висят. Вот. Это первый момент. Второй момент, что у них, у этого тюля с цветочками, есть вот такой вот кантик. Это тоже очень симпатично смотрится. Вот. Так что, думаю, возьму-ка я вот такие себе тоже попробую для разнообразия. А со снежинками-то куплю, наверное, либо чуть попозже, ближе к зиме, например. А эти перевешу в ком-то. В общем, знаете, для меня тюль, шторы, это вот как для кого-то сезонный декор. Вот во что я реально готова вкладываться, так это в шторы. Ну вот. Я их покупала на Авито. Они есть на Яндекс.Маркете. На Яндекс.Маркете они стоят каких-то просто бешеных денег. Там, по-моему, 4600, что ли, я видела. Ну, за эти деньги, конечно же, я точно бы не купила. Их можно найти на Авито. Их продают там за 3000. Можно найти за 2500. Но я как-то так удачно зашла. Девушка продавала за 2000. Абсолютно не распакованный комплект. Это точно Икея. Они вообще все идеально. Думаю, о, надо брать. В общем, пока не поздно. И за 2000 они мне достались. Считаю, что покупка моя удалась. Вот. И еще один момент, который я уж так в кучу хочу вам показать. Прикупили мы тут в Леруа Мерлен. Вот такой вот дешевенький рейлинг. Ой, я даже не помню, сколько он стоил. Там в районе 100 рублей. Ну, что-то такое. Вот. И я его как раз хочу использовать для полотенца над раковиной. Помните, я вам в прошлом влоге про уборку рассказывала, что мне нужно полотенце над раковиной. Видите, он здесь так вставляется хорошо в пластиковую штучечку. И, в принципе, его можно подрезать под любую длину стены. У меня здесь как раз лишних 10 сантиметров. Я думаю, Тема мне отпилит их. И вот такой вот симпатичный рейлинг будет у меня на кухне висеть. Опять же, я считаю, что... Это, кстати, сталь. Вот это пластик. Считаю, что за 100 рублей прям хорошая вещь. Ну, вот такие у меня были покупки. Получилась, я понимаю, немножко сборная солянка. Но хотелось просто посидеть с вами, так спокойненько поболтать, показать, что у меня тут вообще происходит в доме и в голове. Мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.